Вечер на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном. Сейчас с вами Александр Новицкий. Добрый вечер. Ну, честно говоря, я ошибался. Я думал, что скандал это, когда Венгрия и Румыния высказываются против законов образования, украинского закона, внутреннего. Но скандал нас ожидал сегодня. Президент Чехии вообще, честно говоря, крымские берега попутал. Мы говорим о заявлении Милыша Земана, который считает потерю Украины и Крыма завершенным делом и предлагает решить вопрос с помощью выплат Украине. Об этом поговорим с нашим гостем. Политолог Михаил Кацин присоединился к нам. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем начнем разговор, напомню нашим телезрителям, что вы также можете высказать свое мнение по этому вопросу. Опрос сегодня звучит следующим образом. Сколько стоит Крым? Три варианта ответов. Родина не продается. Это можно обсудить. Мне все равно. Слушайте, я не буду задавать вопрос, сколько может это стоить, потому что на самом деле подобный ресурс, он неоценим, он практически бесценен. Сухопутный авианосец, все прекрасно понимают его стратегическую, да и в общем-то экономическую также выгоду. Откуда, скажите эти слова, в голове президента Чехии? Знаете, ну тут, конечно, нужно обращаться к психиатру, психоаналитику, который может оценить состояние президента Чехии. Почему ты в истории не обратился? В истории же последнее умиротворение, когда пытались откупиться. Ну, естественно, еще в Судебской области, да, да. Исчезновением Чехии, Закон. Я абсолютно с вами согласен. Конечно же, имея такой исторический опыт, президент Чехии, он должен был бы промолчать. И не говори того, что он говорил, помня, как фактически перед Второй мировой войной поступили с его страной. И помня, как фактически его страна стала разменной монетой в переговорах между Британией, Францией с одной стороны и с другой стороны Германией, когда проводилась политика умиротворения будущего агрессора Гитлера. Но, понимаете, история, она, к сожалению, многими забывается сейчас на дворе 2017 века. История, естественно, циклична, но я бы говорил о другом. Конечно же, сейчас, хотя Земан, я хотел бы напомнить, все-таки немолодой человек, ему уже больше 70 лет, то есть он, собственно, вырос в этой системе, и он помнит, как поступили с Чехией, как долгие годы. И фактически Чехия, по сути, была оторвана от западного мира и была частью потом от этого светского авторитарной системы. Давайте на скучку перейдемся, к нам присоединился политолог Сергей Таран. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за то, что присоединились к работе телеканала Думская ТВ. Мы сегодня под большим впечатлением от выступления президента Чехии. Как вы считаете, откуда вообще взялась у него такая интересная мысль в голове? Ну, нужно понимать, что европейская политика разная. Вот как в Украине есть разные политики. Умные, неумные, странные, фрики. Вот точно так же в европейской политике, их там еще больше. И так иногда даже получается, что на очень высокие должности попадают далеко не самые лучшие политики, не самые мудрые. Это такая вот определенная черта демократии. Она существует везде, в Европе в том числе. И вен принадлежит к именно этим политикам. И могу вам точно сказать, что он не отображает позицию Чехии, которую она поддерживает на международной арене. В Чехии такая конституция, что президента мало что значит. Но его позиция, она выглядит, конечно, странной. Я думаю, что мы должны обращать внимание не на слова вот таких вот странных политиков, а прежде всего на действия стран. А действия стран Европейского Союза и вообще всех стран Запада в том, что они едины, в том, что танцы в отношении России должны продолжаться, и они продолжаются. И в том, что они поддерживают Украину как только могут, ну разве что военной помощи не дают. А так вот это самое главное. И под впечатлением нужно быть не слов странных политиков, а под впечатлением, наверное, нужно быть действий западных стран Европейского Союза. А пока что их действия проукраинские, не взирая на отдельные заявления. Сергей, но тем не менее, чем-то было же спровоцировано это заявление Милоша Земана. Можно ли предположить, что он был под воздействием, к примеру, каких-то российского, какого-то российского влияния? У Земана были на протяжении карьеры самые странные заявления. Ну вот есть политики, которые делают странные заявления. Вот он такой. Он время от времени делает подобные заявления. И для него уже как бы стало таким ярлыком вешать, что он связан с Россией, что его компания политическая поддерживается Россией. Ничего нового для Чехова он, например, не сказал. Вот для НАТО, наверное, что-то новое сказал. Но это не отображает изменений во внешней политике Европейского Союза. Я правильно вас понимаю. Вы хотите сказать, что это заявление никоим образом не отразится ни на взаимоотношениях Украины и Чехии, ни тем более на отношении Европейского Союза к вопросу Крыма? Да нет, конечно. Это невозможно. Дело в том, что на самом деле в Европейском Союзе, очень серьезно сбалансированное, они разных институций, там очень сложно принять вообще какое-либо решение. Но если оно уже принято, его так же изменить нельзя. И если в свое время Европейский Союз принял решение, что они поддерживают Украину и поддерживают санкции в отношении России, то вот так вот просто заявление в одного политике, это не изменить нельзя. Я не думаю, что это отображает тенденции. Для нас самая главная такая серьезная опасность, это были выборы во Франции, там была непонятная ситуация. Сложные для нас были выборы Германии, хотя в последнее время Меркель как бы возобновил Суреки, но год назад еще было не так просто. Вот это для нас были реальные опасности. А заявление в политика, которого очень скептически даже воспринимает в своей собственной стороне, и я не думаю, что это должно быть как-то, но если надо будет на мысль, что там, где в Европе, что-то очень быстро поменяет. Сергей, как следует реагировать украинской дипломатии, скажем так, на европейском поле, вот на это заявление? Следует ли как в Айкидо использовать этот момент для того, чтобы подтянуть Украину на какие-то более высокие позиции? Ну, украинская дипломатия и так много чего делает. Мы на самом деле имеем поддержку там, казалось бы, когда уже мы не должны иметь. Время Кремии слышим, что вроде бы вот-вот санкции изменят, еще что-то случится. Тем не менее санкции держатся. Я думаю, что для Украины нужно постоянно говорить о том, что санкции должны продолжаться. И самое главное, что нам удалось донести, что не изменяется, это то, что на Западе, в принципе, поддержка Украины стала не просто интересом Украины, а интересом Запада. Потому что они начинают понимать, если Путина не остановить в Украине, то они пойдут дальше. Они пойдут в Балтику, в Польшу. И тогда для Запада будет намного дороже сдерживать Путина. Поэтому, поддерживая Украину, она на самом деле поддерживает так же себя, Запад. Поэтому, собственно говоря, заявление Земана и так как-то странно воспринимается, потому что не вредят прежде всего Европейскому Союзу. И я думаю, что для дипломатии главный месседж, который мы донесли и нужно предлагать доносить, это то, что на самом деле поддерживает Украину, защищает свои ценности и свою безопасность. И пока что донести этот месседж нам удается. И хотя бы потому, что Запад поддерживает санкции, которые действительно на самом деле вредят Европейскому Союзу экономически. Ну, немного, но вредят. Но они это делают, потому что они понимают, что лучше заплатить сегодня мало, чем завтра заплатить больше. Сергей, услышали вас, благодарим за то, что нашли возможность включиться в работу нашей студии. Сергей Таран, политолог, был у нас на телефонной связи. Михаил, я хочу попросить вас прокомментировать, скажем так, о степени ответственности президента Чехословакии, но прежде... Чехии. Простите, Чехии. Вот, собственно, вернулись к тому образованию, о котором, собственно, и говорили. Президента Чехии. Но давайте прежде посмотрим материал о том, что же происходило, собственно, сегодня. Во вторник на заседании ПАСЕ президент Чехии Милош Земан предложил оставить Крым России, но потребует за это компенсацию. Если мы попытаемся взять Крымию снова и возвращаться к Украине, это означает европейская война. Я только что говорил, ничего больше. Так что, вы хотите рисковать европейскую войну? Ну, Крымия, в том же время, это фенте-компли. Что мы будем делать? И это ответственность к второму вопросу. Ну, если есть диалоги между Россией и Украиной, я думаю, и это только мой личный вид, что есть возможность компенсации для Крым, после этих слов делегат от Украины покинул зал заседаний ПАСЕ. Так Алексей Гончаренко отреагировал на выступление президента Чехии. По словам Гончаренко, Чех своими словами предал память жертв пражской весны. Ему выгодно забыть о русских танках, в то время, когда украинцы видят их на улицах своих городов, пишет депутат на своей странице в Фейсбук. Также стало известно имя нового президента, Парламентской ассамблеи Совета Европы. Стелла Кориакидес победила на выборах. В третьем туре ее поддержали 132 депутата. 84 члена в ПАСЕ проголосовали за другого кандидата, литовца Эммануэлис Зингерис. Кориакидес лидировала во время двух туров голосования, но не смогла получить абсолютное большинство от списочного состава ПАСЕ. В третьем туре ей для победы было достаточно простого большинства голосов от принявших бюллетени. Михаил, давайте все-таки вернемся к последнему, к последней ремарке по поводу высказывания чешского лидера. Понесет ли он какую-то ответственность за это? Или может быть, прежде всего, политическую? И будут ли какие-то официальные заявления, например, у вновь избранного главы ПАСЕ? Я думаю, что Эмман не понесет никакой политической ответственности. Нужно понимать следующее. Во-первых, есть заявление, которое неприлично делать в европейской политике. Эмман сделал такое заявление. Фактически предав память собственного государства и проявив полное непонимание сегодняшних политических реалий. Да, однозначно понятно, что ситуация с Крымом очень сложная. Нам будет очень сложно вернуть себе обратно наш Крым. Им сложно владеть, нам сложно вернуть. Ситуация вот такая, мне кажется. Я с вами абсолютно согласен. Но в краткосрочной перспективе нам действительно будет сложно вернуть Крым. Но ни при каких условиях ни один европейский политик, лидер государства, особенно переживший такую историю собственной страны, не может позволять себе заявлять такие слова. А теперь, собственно, по существу того, что сказал Зема, но это просто недопустимо, чтобы государство торговало собственной территорией в обмен на газ, нефть, материальные ресурсы. И я вам скажу честно, что, конечно же, во многом заявление чешского президента это удар просто по репутации политического эстеблишмента Чехии. Ваша позиция, какой должна быть реакция украинской дипломатии на такое заявление? Я считаю, что реакция должна быть достаточно однозначной. Должна быть, естественно, нота протеста вынесена нашей дипломатии по отношению к словам чешского президента. Я думаю, собственно, с точки зрения пиара и с точки зрения реакции этого будет достаточно. Мы будем продолжать общение с Чехией. Действительно, президент Чехии – это номинальная фигура в чешской политике. И до недавнего времени вообще чешский президент был избираем в парламенте только на последних выборов. Это стало избираемое всеми гражданами должность. У него нет никаких реальных полномочий чешского президента. Но что могло у вас подвидно произнести такие речи? Это же очевидно, что это непопулярно, это неправильно, это неприемлемо. — Понимаете, тут, может быть, два мотива. Первое, в его годы человек уже понимает, что у него нет больше политической карьеры, ему не нужно будет никуда езжаться. — Больше, чем его реактировать. — Да, и он может уже позволить себе говорить то, что он, может быть, в душе действительно считает. — Ты каждый день в этом зале может быть последним? — Вы полагаете, что он мог высказать свое личное мнение? — Вполне возможно. Опять же, я хочу вам сказать, что мы должны понимать, что общий тренд в Европе на поддержку Украины, но есть политики, которые, скрипя зубами, поддерживают Украину, естественно, никогда не скажут это публично, потому что они... — Ну, в России это достаточно большая группа, которая ближе к России в этом вопросе. — Естественно, но если от политиков, которые публично, им будет стыдно проявить свою позицию, так как, например, сделал Земан. Просто Земану уже нечего терять. Но опять же, повторюсь, что вот это... — Ну, а Педро Аграмун за подобную выходку поплатился креслом президента ПАСЕ. — Ну, я вам напомню, что Педро Аграмун не просто, он, собственно, возделал заявление. Он поехал в Сирию... — Он посетил Сирию совместно с группой депутатов. — Да, российских депутатов. — При том, что это одинаково недопустимо не с точки зрения посещения самой Сирии и посещения, собственно, территории, которая находится под правлением Башар-Асада, которая занималась просто геноцидом собственного народа, не с точки зрения взаимоотношений с Российской Федерацией, которая проявляет агрессию на территории Украины. — Давайте послушаем еще, что думают одесситы касательно сегодняшнего заявления Милоша Земана. Прошу вывести опрос. Президент Чехии выступил против санкций в отношении России. По его словам, Крым аннексирован незаконно, но возвращать его не надо, а Украина могла бы попросить финансовой компенсации. Что об этом думают одесситы, узнаем прямо сейчас. — Я сейчас не готова вам отвечать за Крым, потому что это такой сложный вопрос. — Его надо вообще забрать, и никакой компенсации никому не давать, а включить его в состав Украины. — Негативно, конечно. — Территорию Украины целостна, Крым должен быть вернуть. — Плохо. — Почему? — Ну, потому что, что значит финансовая компенсация, как это можно оценить в масштабе денег. — Ни каких финансов, только Крым и все. — Крым — это наша территория, которая была нами, так сказать, потеряна, но она была при разделе Советского Союза, она досталась нам в составе Украины, поэтому считается, что ее оккупировали. — Если в Украине подойдут такие решения вопроса, то я положительна. — Ну, как считаете, это правильно или нет? — Не знаю. — Ну, в принципе, чего бы и нет. — Лучше, конечно, Крым. — Мнение одесситов узнавали Никита Островский, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ. — Фил, можете прокомментировать и сказать свою точку зрения? — Да, я хотел бы сказать… — Может быть, Валенду сдать, кстати, есть такая версия? — Я хотел бы сказать следующее. Вы знаете, сейчас в Европе остро стоит вопрос территориальной целостности государства. Мы видим на примере Испании и Каталонии, что, собственно, и происходит, когда испанское центральное правительство отставит территориальную целостность страны. — Кстати, курды недавно отреагировали. — Абсолютно, потому что у курдов точно такие же есть протесты по поводу создания и желания создать курдское государство, и это, естественно, входит в противоречие с интересами Турции и Ирана. — Чем давно уже очень. — Да, да. — И жестко. — Поэтому все территориальные вопросы, они, естественно, не выгодны европейским странам, и поэтому поддержка Украины является навменной поддержкой себя и собственной территориальной целостности. Кроме того, хотел бы отметить, что в течение 70 лет, пока прибалтийские государства существовали в составе Советского Союза как республики, их аннексия фактически Советским Союзом, она не признавалась Западным миром. Поэтому, вне зависимости от того, сколько Крым пробудет в составе Российской Федерации, никогда Западный мир, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз не признают аннексию Крыма со стороны Российской Федерации. — Михаил, хочется с вами еще поговорить о новом президенте ПАСЕ. Как вы считаете, насколько это перспективно для Украины, учитывая, что все-таки украинская делегация поддерживала другого кандидата, более проукраинского? — Ну, я хотел бы отметить, что это, собственно, третий президент женщина за историю Парламска Союз Европы. — Но теперь, что выбрали женщину для того, чтобы соблюдать баланс. — Да, да. Ну, в том числе, наверное, из этих соображений. Так, представитель на представителей Кипра. И действительно, нужно понимать, что политики Кипра, они всегда имеют достаточно такую неоднозначную позицию. И во многом, вы знаете, что у Кипра очень тесные, у политиков Кипра взаимоотношения с политиками Российской Федерации. Конечно же, учитывая скандал... — А что финансовые? — Финансовые, но финансовые замешаны именно на политические связи. Естественно, что после скандала с Агромунтом нынешний президент ПАСЕ, который, кстати, пробудет на своей должности всего полгода, потом будут новые выборы, она, правда, постарается проводить более взвешенную политику, потому что сейчас речь идет не просто о ее политическом будущем, а о будущем, и более того, есть такое английское слово «credibility», то есть состоятельности ПАСЕ, потому что вот такие поступки, которые совершил Агромунт, они просто дискредитируют данный институт в глазах не просто европейского политического эстеблишмента, а в глазах рядовых граждан. Поэтому, и она, кстати, в своей речи, она и заявила, что одной из ее главных целей будет возвращение имиджа парламентской ассамблеи Европы. Дело в том, что вообще Совет Европы — это обычная межправительная организация, которая не оказывает серьезного влияния на процессы в Европе и политические, — Все постановления носят рекомендательный характер, как минимум. — Абсолютно, абсолютно, и вы знаете, что по сути эта организация… — Такая лакмусовая ложка происходящих в Европе процессов. — Да, то есть ее решение — это не Европейский Союз, не национальная организация своей сильной институтной системы. Совет Европы — это обычная межправительственная организация. Но при этом Совет Европы, который возник сразу после Второй мировой войны в 1949 году и, по сути, будет скоро праздновать свое 70-летие со дня своего основания, сейчас Совет Европы находится на стадии кризиса, и его институции находятся на стадии кризиса, потому что они не могут дать должный ответ агрессию, которая издается в Европу. — Да, да. То есть мы видим схожие процессы не только на уровне организации объединенных наций, мы помним, с вами обсуждали и речь Трампа о необходимости пересмотра и статута Организации объединенных наций, и роли Совбеза, ООН, и также мы видим схожие процессы на уровне Совета Европы, где, по сути, мы видим, что традиционные международные межправительственные организации оказались не готовыми к новым вызовам сегодняшнего дня. — Михаил, как вы считаете, почему так долго не могли выбрать президента? Понадобилось три тура, первые два не дали результата, и, собственно, во втором туре Кирикидзис набрала меньше голосов, нежели в первом туре? — Ну, вы знаете, опять же, это политические торги, и политические торги, они всегда, собственно, выражаются в отсутствии четкого понимания, кто же будет избран. Нужно понимать, что сама Кирикидзис, она не является таким авторитетным политиком. Скорее всего, это компромиссная фигура. — В межправительственной организации, которая не имеет веса, идут совершенно нешуточные баталии за то, кто займет место, за то, кто уйдет с этого места. То есть все-таки оно чем-то ценно. — Понимаете, скорее, Парламентская ассамблея и Совет Европы цена как трибуна, потому что как трибуна, как пиар-позиция, она действительно представляет очень большое значение. И, конечно же, выборы президента Парламентской ассамблеи Европы — это политические торги. Та фигура, тот политик, который сейчас был избран на пост президента Парламентской ассамблеи — это временная политика, которая не заявляет о каких-то долгосрочных целях по реформированию Парламентской ассамблеи и Совета Европы. Он говорит лишь, скажем, о текущей необходимости латания тех дыр, которые образовались в результате кризиса, возникшего в связи с уходом Агромунта и вообще вот этим вот скандалом. Поэтому, собственно, и выбор ее, я убежден, являлся определенным компромиссом между делегатами Парламентской ассамблеи Совета Европы. — Главный вопрос, как при этом будет чувствовать себя Украина после выбора этой компромиссной фигуры? — Я убежден, что она не будет никак себя проявлять подобно Агромунту, поэтому украинские интересы будут защищены. Вы поймите, сейчас любая поддержка и аффилиация с Российской Федерацией, она не популярна в Европе. Вот просто вот так вот сложились звезды. И я хочу вам напомнить, что в течение долгих лет, и, кстати, вот вы помним после оранжевой революции 2004 года, фактически позиции Российской Федерации были очень сильны. И в любых вопросах Европа так или иначе солидаризировалась с Российской Федерацией. — Ну, как минимум, у них общий бизнес-интересы во многих сферах. — Абсолютно. И более того, Европа прогладывала и убийства на своей территории, несогласных с политическим режимом в Российской Федерации и так далее. — То есть тот точный угар они принимали? — Теперь же абсолютно тренд поменялся. Все, что не происходит в Российской Федерации, все, что не связано с Российской Федерацией, вызывает уже аллергию у европейских политиков и европейского эстеблишмента. То есть совершенно поменялось вот это направление движения вот этого политического ветра. И мы это видим. Поэтому любой политик, который сейчас будет выступать с хоть намеком на пропутинскую позицию и провластную российскую позицию, он будет критикуем, нещадно критикуем в политическом эстеблишменте Европы. Просто это не модно. — Слушайте, в связи с заменой председателя будем смотреть, что будет в смысле этой обещаемой вами и ожидаемой критики. Честно говоря, у меня будут большие сомнения. Мне кажется, что будет вскрытое противостояние. Мне кажется, что новый председатель поможет вскрыть вот эти группировки максимально. Это мое личное мнение, потому что у него, как минимум, исторически проблема с Кипром в крови где-то есть. Он понимает ситуацию, которая происходит в Украине. Разве нет? — Ну, я с вами согласен. Конечно же, будучи киприоткой, она понимает проблему территориальной раздробленности. Но я повторюсь, все-таки роль Кипра как государства в Европе, она существенно ниже, чем Украина. Это понятно, это объяснимо. И само по себе избрание Кирокидис на постпрезидента носит временный характер. Не нужно ждать каких-то радикальных действий ее, как президента Парламентского субъекта Совета Европы. Нужно понимать, что во многом не место красит человека, а человек-место. И политик, приходящий на должность, он фактически создает вот эту адженду, вот эту постановку и план действий. И мы знаем, например, что был президент Гаук в Германии, который достаточно себя никак не показывал в внешней политической арене. Сейчас избран президентом Штейнмайер, бывший министр иностранных дел Германии. И мы видим, как фактически с его избранием позиция президента Германии существенно усилилась. Опять же, почему? Хотя формально, с точки зрения нормативного распределения Парламентского субъектов, потому что политик, он собственно вес вкладывает вот в конкретную позицию. У Керакидис вот этого веса нет, который могла бы бросить на алтарь. Но с другой стороны мы не знаем, какой у нее вес, потому что она просто... Темная лошадка. Абсолютно верно. Будем посмотреть, как говорят в Одессе. Михаил, благодарим вас. Михаил Кацин, политолог, был нашим гостем. Мы подводим итоги сегодняшнего голосования. Напоминаю, спрашивали наших телезрителей, сколько стоит Крым. Родина не продается, считают 56% дозвонившихся. Это можно обсудить 28%. Мне все равно 16%. Информационные итоги этого дня подведет Ксения Терзи. Мы прощаемся с вами до завтра. Ровно в 15.00 студия Думской ТВ начнет работу в прямом эфире. Оставайтесь с нами, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова